Добрый день подписчики и не случайно гости моего канала. Сегодня я произвожу массовый забой своих кроликов. В принципе я этим занятием занимаюсь только второй раз в жизни. Один раз давненько пробовал. Так что стало что-то получаться более-менее. Я тут тоже несколько роликов накануне посмотрел. Что-то стало получаться вроде как несколько штук пять я сейчас уже разделал. Решил снять ролик. Но раз вы его смотрите, значит я его решил выложить. Ну что, сейчас я в принципе покажу поближе как у меня место обустроил для разделки кроликов. Ну и потом покажу весь процесс, как все это у меня происходит. Итак, что в первую очередь необходимо. В первую очередь я вот на дереве прибил вот такую палочку. На ней вот у меня две петельки. То есть в двухсторонней виде здесь петля. У меня в принципе тоже размер я сделал себе. Вот мне так достаточно удобно. Вот сюда вставляю лапки. То есть никаких крючков я не использую. Веревка прочная. В принципе достаточно удобно. Вот. То есть это выше меня. Вот я рукой дотрагиваюсь. То есть ну где-то там высота где-то 2,20 примерно. Я вот. То есть мне в принципе на такой высоте удобно разделывать достаточно. Вот. Следующее, что у меня есть. Вот ведро у меня под отходы. То есть там все то, что на выкид. Вот. Доска. Это у меня для разделки уже тушки. Вот. То есть я полностью разделываю ножом одним. Вот. Потом значит вот эта ведерко у меня. Видите, с грязной водой уже. То есть это я мою руки. Это нож ополаскиваю. То есть для такого использую. Вот. А потом когда уже тушку все разделал, то вот у меня следующее ведро. Я в этом ведре ее уже ополаскиваю полностью уже тушку. Ну и соответственно потом уже для следующего кролика наливаю следующее ведро чистой воды. Вот. Ну на этой доске я потом уже разрубаю вот топором. Хребет там как бы. Да. Я разделяю их получается. Ну задняя нога одна. Задняя нога вторая. Вот. Хребет и ну передняя часть. То есть получается по сути на пять частей я разделяю кролику. Вот. Провожу за бой вот палочкой такой небольшой. У меня тут большая такая есть. Ну и конечно неудобная. Вот взял маленькую. Ну вроде как все более-менее получается. Ну и тазик вот у меня как бы здесь. Для того чтобы сюда складывать мясо. Вот. Все. Сейчас схожу за кроликом и начнем процесс. Ну вот я принес кролика. Вот такой вот рыженький. Вот сейчас мы взвесим для интереса. Сколько я сейчас взвешиваю? Ну примерно половину наверное. вот у меня где-то нет. Три килограмма чуть поменьше бывает. Какой у них вес? Ну и на выходе что-то в районе полутора килограмм. Так. Сейчас посмотрим сколько здесь. Так. Ну вот. Видно, да? Два восемь и четыре. Ну вот теперь уберем его за ноги. За задние и ждем пока он успокоится. Вот. Ну разумеется сам процесс того как я буду ему бить палкой по голове вы не увидите. Вот. Ну то есть вот как бы он успокоился, да? И вот сюда я ему за голову наношу как бы один такой сильный достаточно удар. И все. И после этого как бы его уже вешаю на распорке. Сейчас у нас он успокоится. Ну вот я его повесил уже, да? Вешаю петельками я вот за стопу получается, то есть чуть выше сустава, чтобы потом по этому суставу обрезать. Вот. И веревка осталась, то есть веревку эту не обрезать самому. Вот. Ну то есть он лежит уже все. Он уже не шевелится. И вот смотрим по хвостику. Вот хвостик если уже как-то там не видно. Вот. Видите он все уже лежит, опустился. Опустился, значит все уже кролик точно мертвый у нас. Можно в принципе спокойно приступать к разделке. Вот. Я говорю несколько роликов посмотрел, как люди что делают. Вот. Ну я не утверждаю, что я делаю правильно, да? Как бы, не то чтобы это видео не для того, чтобы кого-то научить, как надо разделать кролика, да? Там кто охотники и так, знаю как обязательно разделать. Вот. Я просто показываю, как я это делаю. Вот. Вот. Я сначала отрезаю ему лапы. Потому что шкуру как бы мне, я там парню отдам, но ему не важно, что она целая будет, не обязательно шкуру. То есть, основной пласт есть и все. То есть, лапы я вот обрезаю здесь по суставу. Сейчас мы что-то кроли с него мало, стекло как раз здесь заодно еще и кровь вытечет. Вот лапки все выбрасываю. Одну, вторую. Вот. И отрезаю сразу уши. Вот. Ну я думаю, одежду никому не стоит говорить, что надо делать какую-то старую, потому что вот можно как бы кровью испачкать и так далее. Вот. Теперь. Вот здесь у нас, где сустав, делаем круговой надрез. Вот. Опять-таки, кто, если кто-то будет смотреть мой ролик, кто умеет хорошо разделать кроликов, подскажите, что я делаю не так. Может быть, что-то я сделаю такого, чего сделать вообще не стоит, нельзя делать. Вот. Вот. Ну, как делаю, так делаю. Далее, вот здесь, получается, я вот так шкуру срезаю, прям, можно сказать, вдоль кости. Ну, примерно вот до паховой области. Вот. И здесь чуть-чуть я вот уже вот так стягиваю. Вот. Так. И здесь делаю то же самое. Всем, кто, конечно, только думает о заведении кроликов, надо подумать о том, как вы будете их забивать. Я отскладывал вот до последнего. Тяжело было мне сегодня, тоже долго ходил, с мыслями собирался. Конечно, такой тяжелый процесс, особенно вот сам процесс забоя. Сейчас-то уже как бы, ну, все, он уже мертвый, уже как бы не так, можно сказать, жалко. Да, уже как-то не страшно, уже разделываешь и разделываешь. Но вот именно убить первого кролика было, конечно, не очень тяжело. Вот здесь дальше я вот так надрезаю шкуру, вот все, видите, здесь соединил. Дальше я ее, вот, получается, отсоединяю сзади от спины шкуру. Вот пальцы там продеваю, и с этой стороны, чтобы на спине она полностью отошла. Ну, все, там вот можно руку просунуть. И вот так я просто ее обрезаю. Все, обрезал. Стараемся, конечно, чтобы пух не попадал на мясо, чтобы не испачкать. Вот. Лапы у нас уже отрезаны. То есть здесь я их без проблем беру просто и достаю. Можно, конечно, постеписельное потянуть. В принципе, она все сойдет сама. Ну, я вот так облегчаю себе, вот, то есть беру. Вот одну лапу вытащил. И вторую. Дальше подтягиваем. Вот. Ну, голова мне тоже не нужна. Я, получается, вот так вот оттягиваю. Да, и надрезаю. И все. Все, как бы, вот я отрезал. Ну, сейчас я это голову отрежу. Шкуру отложу. Знакомый просто хочет научиться выделывать шкуру. И вот говорит, дай мне шкуру, я буду на ней тренироваться. Моем ножик. Вот здесь какой пух. Вот его легко можно мокрой рукой собрать. Дальше. Я делаю вот здесь, видите, то есть нам надо сейчас отсюда все внутренности вытащить. Я вот здесь просто беру, надрезаю, оттянул, вот видите, получилось отверстие. Ну, его можно как-то вот так, допустим, да, оттянуть, чуть продеть. Главное нам что? Нам главное пленочку порезать, можно вот так сделать, да? То есть не видно, да? Ну, в общем, смысл в том, что нам надо вот эту наружную оболочку всю разрезать, а кишки не разрезать. Понятно, да? Ну, или можно так просто разорвать. Вот, все вот оно вывалилось у нас. Вот такая красота у нас здесь получается. Вот. Здесь верх тоже до конца повыше дорезаем. Я с вами домашним поговорил. Сказали, кроме печенки, ничего нам не надо. Возможно, это неправильно, но сказали, кроме печенки, ничего не приносить. Поэтому все вот эти внутренности, все это я выбрасываю. Хотя, конечно, я уверен, что это тоже можно приготовить и будет очень и очень вкусно. Так, вот у нас печеночка у нас. И нам надо из нее вот эту вот желчный пузыречек удалить. Сейчас у меня зоба получилась. Чуть его разрезала. Слегка. Так, все это убираем в тазик. Кладем, ополоснем сейчас. Далее здесь у нас легкие там находятся. Вот это вот все это открываем. Вот это выбрасываем. Вот легкие, да, видно здесь. Но я вот как-то получилось, у меня вот так два пальца засовываю туда и все это выдираю таким образом. Потом все это дело промоется. Так, и теперь нам остается вот здесь все это хозяйство убрать. Вот здесь чуть-чуть как бы я вот надламываю. Вот так вот. Так, ну сначала можно, я думаю, вот эту смочевую пузырьки, я понимаю. Вот это вот. Сейчас мы его аккуратненько уберем отсюда. Убрали. Так. Кому не сложно, кто знает как правильно делать, что неправильно, напишите какие я делал ошибки, да, чтобы мне в будущем их не совершать. Ну вот я попробовал вот, наверное, несколько кроликов раздел, ну вроде вполне так ничего получается. Ну решил снять. Так, вот здесь у нас какашечки, все мы все их убрали. Все здесь, здесь у нас ничего в принципе не осталось. Ну как-то вот так вот, эту пленочку еще может что-то как-то убираем, подчищаем. Ну а так в целом, в принципе, вот кролик раздел. Единственное, видите, вот от того, что я убиваю ударом, здесь конечно такая вот гематомка получается, да, вот запекшаяся кровь. Вот, видел я, что люди делают горло надрезают. Ну здесь уже каждый сам. Мне то есть вот и ударить, как-то тоже, ну, морально было тяжело, поэтому, а ножом резать это уж тем более. Поэтому, каждый сам уже для себя выбирает способ. Вот, ну и получается, теперь я буду делить его вот пополам. То есть отрубаю заднюю часть, разрубаю пополам ее. Вот, вот отрубаю вот так вот хребет и переднюю часть тоже пополам делю. Вот и все. Вот ножки. Снимаем как, вот видите, суставчик и по суставу режем просто. Вот здесь шерсти почти не осталось. Чуть-чуть. То есть лапа у нас вот висит, в принципе, остается. И второе то же самое. Вот по суставу. Вот и все. Остатки шерсти убираем. Ну, вот так, друзья. В общем, что-то, может, я не совсем правильно делаю, да? Вот, но для меня самое тяжелое в этом процессе оказалось, это именно процесс вот сам убийства животного. Это, конечно, самое тяжелое. Думаю, как-то все проще, проще это будет, но не просто это. Вот. Ну что, сейчас взвесим, сколько у нас получилось. Вот так вот он, наш кролик висит. Видно, да? 1,4 кг. А был он, сколько, где-то 2,800, наверное, да? Ну вот, да. Получается плюс-минус 50%. То есть, если бегает у вас трофограммовый кролик, значит, у вас бегает полтора килограмма мяса. Все, на этом все. Осталось его разрубить, положить в пакет и убрать в холодильник. Всем, кому было интересно, кому-то, может, оказалось полезно. Я говорю, самое тяжелое здесь, то есть, разделы здесь особо нет ничего сложного. Вы для себя разделываете. На продажу там какие-то, наверное, нюансы есть, да? Для себя, вот, как бы, в принципе, ничего тяжелого нет разделать кролика. Если кто-то подскажет, какие я сделал ошибки, буду благодарен. Все, на этом прощаюсь. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь, кому интересно. И до новых встреч на моем канале. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok